Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 21 августа, Православная Церковь совершает празднование Толгосской иконе Божией Матери. Толгосская икона Пресвятой Богородицы явилась 8 августа 1314 года по старому стилю ростовскому святителю Прохору в схеме Трифону. Объезжая епархию, святитель посетил Белозерские пределы и отправился оттуда вниз по рекам Шексне и Волге к Ярославлю. При наступлении ночи была сделана остановка в семи верстах от Ярославля на правом берегу Волги напротив впадения в нее реки Толги. В полночь, когда все спали, святитель проснулся и увидел яркий свет, озарявший окрестность. Свет исходил от огненного столпа на другом берегу реки, к которому протянулся мост. Взяв жезл, святитель перешел на другой берег и, приблизившись к огненному столпу, увидел в нем икону Пресвятой Богородицы, стоявшую на воздухе. Пораженный видением, святитель долго молился и, когда возвращался обратно, забыл взять свой жезл. На другой день, после совершения утренни, когда святитель Прохор собрался продолжить путь в лодке, начали искать его жезл, но не могли нигде найти. Тогда святитель вспомнил, что забыл свой жезл на другом берегу реки, куда перешел по чудному мосту. Он рассказал о явлении, и, посланные на тот берег на лодке слуги, вернулись с известием, что увидели в лесу между деревьями икону Матери Божьей, а рядом епископский жезл. Святитель немедленно переправился вместе со всеми людьми на тот берег и узнал явившуюся ему икону. После горячей молитвы перед иконой на том месте расчистили лес и заложили церковь. Как только об этом узнали жители Ярославля, они прибыли на указанное место. К полудню церковь уже построили, а вечером святитель осветил ее в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, перенес туда икону и установил празднование в день ее явления. Позже святитель Прохор устроил при этой церкви Тулгский монастырь. Скончался святитель Прохор 7 сентября 1328 года по старому стилю. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, Исповедника Емелиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Печерского в ближних пещерах. Празднуется перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких. Празднуется второе перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия и Германа Соловецких, святителя Мирона Чудотворца, епископа Критского, мучеников Елиферия и Леонида, преподобного Григория Синаита, преподобного мученика Иосифа Баранова и Яромонаха, священномученика Николая Шумкова Пресвитера, священномученика Никодима Кроткова, архиепископа Костромского. Всех, кто уносит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва, благожелая от Господа и Его Пречистой Матери неизреченных милостей, здравия телесного и спасения душевного, а также мира, добра, благоденствия, света, ну и, конечно же, многое лето. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова